Привет вам, любители комиксов! И сегодня мы с вами посмотрим на первый абсолют Притчера, он же Проповедник. Совсем недавно издательство Азбука анонсировало, что из печати вышел первый сборник Проповедника на русском языке. И я подумал, почему бы нет, как раз к этому делу приурочить и наш обзор по абсолютному изданию Проповедника, чтобы вместе с вами мы могли посмотреть на то, как Проповедник выглядит в абсолютном формате, в оригинале. Ну и вы для себя, может быть, тоже могли понять, стоит ли покупать, например, русскую версию в качестве той книги для своей коллекции, которую можно себе позволить сейчас в текущих реалиях, в текущих условиях по адекватной цене. Что ж, давайте начнем. Посмотрим на слепкейс и на саму книгу. Это у нас лицевая сторона. Так выглядит сторона с непосредственно самой книгой. Книга очень тяжелая, поэтому мой стол может даже немного потряхивать. Не удивляйтесь. Это у нас задняя сторона книги. И корешок выглядит вот таким вот образом. Так, сейчас осторожно, чтобы книга не упала, да. Вот таким вот образом выглядит корешок. Что ж, давайте убирать слепкейс и посмотрим на саму книгу. Книга выглядит в таком стиле, ну, наверное, какой-то околобиблейский. Ну, и тематика у нас соответствующая, поэтому и оформление такое под Библию. Вот еще раз покажу корешок. Уже непосредственно самой книге. И сзади у нас ничего, кроме слегка выграверного логотипа Вертига. Напомню, что раньше и Сэндман, и Притчер, и болотная тварь Алана Мура, если я правильно помню, издавались под агидой Вертига. А с недавнего времени ее выкупил DC, и теперь издаются книги под логотипом DC Black Label. Что ж, автор у нас Гарт Энис. Здесь вы можете посмотреть на контент, который входит в данную книгу. И давайте немного ее полистаем. Контента довольно много, страниц здесь около 750 страниц получается. Кстати, именно этот рисунок будет на лицевой стороне, на обложке нашего русского издания. Книга очень большая, это абсолютное издание. Оно увеличенного формата, примерно на треть больше того же Омнибуса, например. Материалы очень крутые, качество тоже очень крутое, поэтому книга, конечно, шикарная. Да, я не сказал про цену. Я сейчас гляну, что тут написано у нас на слепкейсе. На слепкейсе написано, что книга выходила по цене в 150 долларов. Сейчас первый том, первую часть довольно сложно найти. И на ebay, и на амазонах, и на прочих платформах, площадках, потому как она вышла из печати. Тем не менее, вторую, третью часть, второй, третий том до сих пор можно найти. И найти по адекватной цене. Что-то в пределах 80-100 долларов. Но они постепенно тоже уходят из печати, из продажи. Поэтому шансов купить эти издания в оригинале в виде абсолютов все меньше и меньше. Зато появились еще и омнибусы. И если абсолюты, это общее количество абсолютов, это три штуки, и вся серия, соответственно, в них входит, то омнибусами можно ограничиться всего двумя штуками. Как, в принципе, и получилась история с Сенманом. Но про Сенмана я расскажу в отдельном ролике, когда мы будем с вами смотреть на издание, абсолютное издание «Песочного человека». Если говорить про сюжет, про книгу, да, я, наверное, в какой-то степени повторю тот синапсис, который Азбука озвучивает в своих постах, публикациях. Главный герой – священник, проповедник в маленькой захолустной деревушке в одном из штатов Нью-Йорка, господи, Штатов Америки, прошу прощения, да, и, соответственно, по-моему, где-то в Техасской, в округе Техаса, в штате Техас, по-моему. И он вот, скажем так, теряет веру в Бога, он видит все грехи, всю никчемность существования человеческого, все пороки, прихожане у него тоже не блещут, скажем так, чистотой, невинностью и так далее. И он начинает задаваться вопросами довольно резонными, куда смотрит Бог, что происходит, почему вообще мир настолько несправедлив, настолько жесток, и так далее, и так далее. И в один прекрасный момент в него вселяется некая сущность, некое потустороннее естество, какой-то, скажем так, некая субстанция, высшая сила, которая по своему могуществу соизмерима с Богом, и которая в себе сочетает и добро, и зло. То есть такое вот некое, как сказать правильно, существо, которое в себе имеет все качества, все черты, присущие людям, то есть в одном организме, в этой сущности. Ну и наш герой, наш проповедник отправляется в путешествие по всей Америке в поисках, скажем так, истины. В поисках правды, справедливости, в поисках каких-то ответов на свои вопросы. И в пути ему придется... Да, кстати, пока я не ушел далеко, вот такая вот здесь симпатичная закладка тоже присутствует. Ну и, да, как я и сказал, в пути ему придется встречаться с разным злом, с разными другими сущностями, и как людьми, скажем так, человеческого формата, человеческого типа злом, так и злом сверхъестественным, каким-то первобытным злом. И наш герой это дело будет преодолевать, попутно разбираясь, в том числе и в себе, в своих внутренних демонах. Если вкратце и без спойлеров, то, соответственно, это вот выглядит именно так. Какое-то время назад, ну, довольно давно, насколько я могу так на вскидку вспомнить, выходил даже сериал «Проповедник». По-моему, он продержался три сезона, и, в общем, в целом, был не самым плохим вариантом экранизации комиксов. Я его, честно говоря, не смотрел, у меня руки так и не дошли, он у меня в шорт-листе на будущие просмотры имеется, но вот я пока не добрался. Если вы смотрели, и уж тем более, если вы читали комикс, можете тоже поделиться своими впечатлениями, насколько сериал далек или близок к первоисточнику. Так что, ну, а кто не смотрел и, например, не читал, может, в принципе, для начала познакомиться с экранизацией, и уже потом решать для себя, стоит ли, например, обращаться к первоисточнику. Что отдельно хочется отметить в этой книге? Это, конечно, рисунок. Как просто страниц комикса, так и обложек для выпусков. Каждая обложка – это просто шедевр, очень круто нарисовано. И вообще, для меня, мне кажется, это, наверное, один из самых лучших с точки зрения внешнего вида абсолютов. То есть, вот именно как украшен слепкейс – это, наверное, для меня самый лучший вариант. Да, там Сэндман, конечно, тоже очень неплох. И сама книга у Сэндмана, наверное, получше, поинтереснее сделана, чем, например, Абсолют Притчера. Но вот слепкейс мне у Притчера нравится однозначно больше, потому как, по ощущениям, это действительно очень-очень крутая работа. И визуально ты получаешь огромное удовольствие, когда смотришь на это издание. Так, мы с вами дошли до небольшого количества дополнительных материалов. Собственно говоря, вот они самые. Тут немного склейка страниц произошла, поэтому я не буду оторвать уже. Но вот иногда попадаются такие казусы, что немного страницы в конце склеиваются. И вот видите сами. То есть, если ее отдирать, то можно получить вот такую проблемку, как у меня вот здесь. То есть, при попытке страницы раскрыть широко, до конца есть вероятность повредить сами страницы. Иногда такие казусы тоже возникают. Тут у нас сценарные работы. Даже вот с следом от стакана или кружки кофе. Какими-то пятнами крови. Да, и кстати говоря, мы как раз... О, тут даже муха. Забавно. Дошли с вами до обложек. Вот так выглядит галерея обложек. Ну, как я и говорил, просто потрясающие арты. Мне кажется, это одна из лучших вообще работ. С точки зрения вот визуального, визуального стиля, визуальной подачи. Соответственно, у нас вот это Стив Дилан рисовал. Здесь у нас рисовал Тим Брэдстрит. А раскрашивал Мэтт Хеллингсворд. Ну и так далее. В общем, галерея обложек, конечно, шикарная. У меня за окном выходит активное солнце. Прям очень ярко стало. Надеюсь, что на камере засветов не будет. Потому что ты подкручиваешь яркость, чтобы компенсировать недостаток света. А тут внезапно появился свет. Кстати, забавно. Обсуждаем книгу, связанную с религией. И тут из-за окна вылезает из туч солнца. Биография авторов. И, собственно говоря, как-то так. Напомню, что произведение написано Гартом Эннисом. И он же создатель знаменитого Хелл Блейзера Джона Константина. Который тоже на русском языке выходил в неплохих хардах. И у DC в оригинале выходил Омнибус. С полным раном Гарта Энниса. У меня его пока, к сожалению, нет. Но я рассчитываю, что в ближайшем будущем эту книгу тоже смогу в коллекции заиметь. Ну и вам продемонстрировать. Что ж, а у меня на сегодня все. И увидимся в новых обзорах.